Котел для оккупантов в Курской области и удар по аэродрому Мариновка, новости за 22 августа. Часть российских войск попала в котел в Курской области. Тем временем украинские защитники ударили дронами по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Более детально о том, что произошло в четверг, 22 августа, в материале РБК «Украина». Часть российских войск в Курской области, практически в котле, ЦПД. Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации, ЦПД, ПрисНБО Андрей Коваленко. Ранее издание Бильд сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с кабами и топливом, источники. СБУ совместно с ССО этой ночью атаковали аэродром Мариновка Волгоградской области. В результате поражены склады с кабами и топливом, сообщили источники РБК «Украина». Как отметили собеседники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. Зеленский заслушал Сырского в Сумской области, ВСУ контролирует еще один населенный пункт РФ. Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные территории Сумской области. Глава государства провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт и есть пополнение обменного фонда, говорится в сообщении президента. Премьер Индии призвал к миру и дипломатии перед визитом в Украину. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в пятницу посетит Украину, заявил, что поддерживает мир в регионе. Политик также повторил призыв к дипломатии для прекращения конфликта. Полиция нашла пистолет во время обысков, по делу об убийстве Фариан. Полиция обнаружила пистолет во время обысков, по делу об убийстве языковеда Ирины Фариан. Речь идет о пистолете Форд и патронах. Спикер нацполиции Елена Бережная в комментарии «Новости Украина» сообщила, что орудия убийства еще ищут. Россия могла потерять половину своих МиГ-31К, но может сделать еще эксперт. В результате украинского удара по аэродрому Саваслейка российская армия могла потерять половину своих МиГ-31К, способных переносить ракету «Кинжал», рассказал в комментарии «Новости Украины» авиационный эксперт и руководитель Института менеджмента и стратегии Богдан Долинцы. При этом, по его словам, Россия способна пополнять авиапарк данных ракетоносителей. Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко дню независимости. Посольство США в Украине заявило о повышенном риске российских ударов по Украине ко дню независимости. В ведомстве предоставили перечень необходимых действий в случае чрезвычайных ситуаций.